Здрасьте! Возможно, вы услышите, как сейчас чирикают птички на заднем плане. А может, не услышите. Возможно, услышите журчание воды. А может, тоже не услышите. Не знаю. В общем, наверное, это последний эфир, посвященный Анюту ТД. Сейчас 5 утра, и меня очень сильно пробило на поговорить. Что я сейчас делаю? Я сейчас проебываю свою жизнь. Причем, в данный момент, поскольку вы это смотрите, я проебываю не только свою жизнь, но и вашу жизнь. Вместо того, чтобы заниматься оформлением земли, или расчетом балок, или написанием, там, не знаю, какой-нибудь очередной нахер ненужное перденье. Хм... А ведь я по идее занимаюсь нахер ненужной вещью. То есть, я проебываю свою жизнь. То есть, я проебываю свою жизнь. Стоп! То есть, выхода ведь нет, получается. И даже если я, как Шио, пришедший из армии, удалю все игры, удалю все смещные картинки, получается, что выхода все равно нет. Я все равно не буду заниматься полезными вещами. Я все равно найду способ прокрастинации. Почему я играю в эту игру? Потому что в нее можно играть лежа. Вот вместо того, чтобы хотя бы просто лежать с закрытыми глазами и спать, я нашел себе развлечение. Почему мы занимаемся такими развлечениями? Да очень просто. Чтобы ими развлекаться, ничего особенно не нужно. Не нужно думать. Это, извините, сложно. Это затраты для организма. Не нужно двигаться активно. Можно просто лежать. То есть, с одной стороны, это минимум траты энергии. С другой стороны, о, развлекуха. О, интересно там все. Да лучше бы видео с ютуба смотрел, в пользы все равно больше. С другой стороны, найти полезное видео на ютубе, та еще задачка. Так, а вот эту хотел апгрейднуть. Писал бы я сейчас копипасты. Хотя бы майндмапы бы составлял по завоеванию мира. Ну и что? Что я заполняю майндмапы? Например, написать прокси-сервер для вапа. Помните такой проект? Мы его даже как-то делали в прямом эфире. Кому все это надо? Да и мне это, в общем-то, тоже не особенно надо. И, в общем, я вот сейчас опять в суперпозиции. Кому вся моя жизнь нужна? Кому нужно все то, что я делаю? Тот же битарц. Ну, куплю я землю. Ну, построю я хижину. И даже в ней, возможно, можно будет жить. А зачем? Кому это все надо? Что-то у меня сломалось с жизненными приоритетами. С пониманием, что вообще нужно. Не то, чтобы другим. Вы знаете, чтобы, когда занимаются люди маркетингом, они как бы сначала делают анализ. А что нужно на этом вашем рынке? Какие мы новые уникальные там товары или услуги предоставим, предложим на рынке? Вот. А вопрос тут в чем? Вот я вспоминаю, как я смотрел на десятки своих проектов, которые у меня недоделаны или как-то там заморожены, или которые я бы хотел сделать. Один охуеннее другого, но они совершенно никому не нужны. И если так подумать, по большому счету они не нужны даже мне. И если убрать все эти детские проекты, не остается ничего. Остается только играть в Тайвер Дефенс. Но каждый раз, когда я сажусь играть, вернее, ложусь играть в Тайвер Дефенс, я осознаю, что я лишь проебываю свою жизнь. И от этого еще противнее. То есть, смотрите, какая интересная ловушка психики. Когда ты страдаешь хуйней в виде написания программы, ну это типа нормально, это типа польза. Когда страдаешь той же самой хуйней в Тайвер Дефенс, «Ах, какая я сволочь, какая я мразь, трачу свою жизнь ни на что, лучше бы деньги зарабатывал матери». Ну, как-то вот так. Хотя полезность и того и другого, в общем-то, одна и та же. Вот в самом деле мне устроиться на какую-нибудь работу и деньги зарабатывать матери, а? Ну, учитывая то, что я живу в самом лучшем, в самом прекрасном регионе, где самая низкая зарплата, то работы, в общем-то, и смысла особенной нету. Ах, куда податься, что делать, не знаю. Как думаете, до сотого уровня с нулем потерь дойдем, нет? Ту-у-у! Телепорт! Первый сработавший телепорт. Топология башенок, которую я построил, отвратительно. Просто отвратительно. А может, я Россию построил? Одни бутылки? Никуда без бутылок. И работают две башенки всего лишь. Все остальные делают видимость работы. Сейчас и мыدمи все. Затем сделали видео. И главное, какие юниты он поражает, этот лазер, я даже не знаю, на каком расстоянии. Поражает ли он хоть кого-то? Соминается, этот рыцарь продолжает меня до сих пор поражать. Три, четыре, пять, шесть. 382 юнита на игровом поле. Триста восемьдесят два! Начали уже 377. И игрушка, как вы видите, даже без звука начала так прилично тормозить. Может быть, на этом планшете лучше фемоанализ считать, а? Как вы думаете? Не так сильно тормозить будет. Мог бы на этом планшете, не знаю, биткоины майнить. Все равно было бы больше пользы, чем от того, что я играю в тупой тавер-дефенс. Автору которого лень было даже нарисовать нормальную графику. Хотя это не так. Если вы посмотрите повнимательнее, здесь несколько вариантов даже пустых тайликов, которые каждый раз генерятся, не генерятся, а расставляются заново. Че делать? Денег дохерища. Куда вкладываться, куда влашаться, непонятно. Денег дохерища. Так, надо переключаться на викист. Чтобы телепортнувшиеся юниты уничтожались первым делом. Но вот квадраты, они тоже на себя могут викистов отвлекать. Эх, жизнь моя жестянка. Эх, жизнь моя жестянка. Здесь ведь написана хана. Надо, пожалуй, третью башню построить. Которая хоть что-то делать будет. Пробоина на 99-м ливеле. Пробоина! До сопки не дошел! Ах, я лох, я ничтожество! Так, для апгрейда этого лазера нужно 82к. Замечаю, что как и в жизни, так и в этой игре меня тянет на супер-ёбы, супер-крутые штуки, которые мне пока еще не положены по статусу. Ну, поскольку мы живем в толерантном обществе, где такие вещи говорить нельзя, мне они не по статусу, а не по деньгам. Тыньк! Главное, сильно. Фактически, почти я отдал стоимость нового лазера, а мощь увеличилась так, на полшишечки. Что не сделать ради когерентного источника света? Что я не делаю вообще? Вот, по идее, самым правильным решением было бы не записывать этот эфир, а то я еще встал, выключил музыку, вот, и пишу это сейчас в полной тишине. Ну, на фоне разве что вода и птички. Вот, а просто надо было взять и удалить, задеинсталить сразу. Думаю, нет, вот запишу последний эфир с этой игрой. И сразу деинстал. Угу. Так, надо купить ракетную установку, а то эта фигня совсем уж не действует. приехала. Угу. Угу. Продолжение следует... Пробой! Сейчас еще один пробой будет. Еще пробой. Не жизнь, а сплошной пробой. Восемь жизней осталось лишь. А у меня сплошные пробои реальности. Но так или иначе, 102 уровень я осилил. Я... 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 Это твоя рука. Что люди подумают? Вот почему я не занимаюсь полезными вещами сейчас, а? Мне кажется, я занимаюсь именно, что само, как-то, не самодеградацией, как это называется, в общем самоуничтожением я занимаюсь таким, то ли сознательным, то ли подсознательным, непонятно, как это даже классифицировать. Субтитры создавал DimaTorzok В общем, заметьте, меня уже нагибают простые юниты, там, звездочки, квадратики, а не корабли. Но сейчас, я думаю, они это исправят. Субтитры создавал DimaTorzok Видите, видите, они внимание оттягивают. Субтитры создавал DimaTorzok 185 на апгрейд, а есть только 134 тысячи, 140 тысяч. Денег на апгрейд нету. Даже удивление, что до сих пор 8 лифсов проебано. 105 уровень, next. Ведь мне интересно, когда же я обкакаюсь окончательно, да? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Они более-менее статичные, по шесть штук за раз ходят. Вот. Ну что же. Самодеградировать, так самодеградировать по новой, по полной. Хорошо, хоть в этой версии кнопочку next можно по полчаса не ждать. Я все собирался автору забагрепортить, но так ни единого сообщения ему и не написал. А он в новой версии сам поправил. Лол. Ну уж теперь-то я могу апгрейднуться. Еее. 283. Дамага. Такого-то дамага. Дай бог каждому. Удивительно, что бутылки такие дешевые. Мама. О, куда. Ух-ху-ху-ху-ху. О, куда. Ух-ху-ху-ху. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Какая-то еще респираторная дрянь ко мне подцепилась. Может быть я бессимптомный коровоноситель, а? Только лазер слегка порежет их, звезды их задово хиляют. Вот казалось бы, вот что я сейчас делаю? Вот сейчас от меня вообще ведь ничего не зависит. Может быть я и в Битарске так же. Давно превышен максимальный долг. Давно все обречено. Но давно игра закончена. А я смотрю, как прибывают новые анончики. И как они все разворовывая уебывают. Наверное так и будет. А еще что-то знаете. Захотелось набрать кредитов. Даже не так. Набрать кредитов это как бы такая, знаете, бонусная программа. То есть это как бы хорошо, но не является самоцелью. Идея следующее. А вот все как бы боятся корового вируса. Да и я что там греха таить боюсь. Причем, знаете, если сейчас вот надо держать дистанцию полтора метра, там ходить в масках, в перчатках. Меня вот просто поражают. Обязательно заходите в наш магазин в маске и перчатках. Думаю, ага, сейчас пойду перчатки куплю специально для вас. Ну, ладно. То, например, когда я подхожу, ну, вернее, мимо меня проходят сомнительные люди, или я подхожу мимо сомнительной компании. Я надерживаю дыхание, чтобы не дышать с ними одним воздухом. Когда я прошел мимо, я делаю выдох. Вот. И только потом глубокий вдох. Почему я так делал задолго до появления каких-либо корового вирусов и прочего. Я просто параноик и не люблю вот даже как-то шансы давать болезнь. Вообще болеть у нас неприятно. Вот. То есть, с одной стороны, я не люблю болеть. Я параноил задолго до этих всех эпидемий. И уж кому, кто, кто как бы должен остерегаться болезни, как не я. Но, что-то в последнее время захотелось именно подцепить и над корового вирус. Причем не в легкой, наверное, форме, а вот чтобы под ИВЛ лечь сразу. Которых, естественно, нет или которыми врачи не умеют пользоваться. И вот знаете, я так представляю. Лежишь на такой под ИВЛ. Возможно, в коме. И от тебя вообще ничего не зависит. Вот тотально ничего. Вставать не надо. Даже поссать. Можно делать под себя. Как ссать, так и срать. Слово никто не скажет. Ну, а если скажут, то опять-таки, ты ведь в коме. И ты этого слова просто не услышишь. То есть, как бы тебя медсестры материть, разумеется, будут. Но тебе дела до них не будет совершенно никакого. Кредиты в этом плане тоже очень приятны. В том плане, что кредиторы, коллекторские агентства и прочие нехорошие личности будут пытаться с меня получить какие-то деньги. А я в коме. Я в коме. Если раньше я был в домике, то теперь я вот как бы в коме. И все хорошо у меня. Вот я в коме. Вот. Это же это ли не кайф, а? И вот если посмотреть на мою текущую жизнь. А может быть я и сейчас в коме. Просто я разговариваю, могу ходить. Но от меня ведь по сути и так ничего не зависит. Нет. Многие от меня сейчас могут пытаться что-то получить. Например, там налоги заплатить. Там ЖКХ оплатить. И прочие-прочие вещи. Да. И вот. Так. И вот. Вот так вот. И вот, так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...